Девушки отдыхают В очередной раз Березовский центр культуры и досуга «Звездный» принял участников районных турниров по бильярду и боулингу. Учитывая, что мастерам Киа приходится, как правило, определять победителя и призеров достаточно долго, то любители этой игры начали соревноваться еще в субботу с утра. Мы вас рады видеть на нашей площадке, площадке «Звездного» на ежегодном турнире по бильярду. Я очень рада, что приехали сегодня к нам в гости поучаствовать в этом турнире. Я так понимаю, это будет непростая схватка сегодня и завтра. Добрый путь! В этот раз в турнире приняли участие 15 спортсменов. Среди них трое из соседнего игрима. Проведя жеребьевку, участники приступили к игре. Кстати, довольно распространенной в русском бильярде – московской пирамиде. В начале нужно пройти предварительные игры из пяти партий до трех побед, а затем полуфиналы, в которых соперникам предстояло играть по олимпийской системе. То есть встретиться с каждым, но и потом в финал. Борьба обещала быть долгой по времени. И, как показали соревнования, упорной, а порой и драматичной. Но об этом расскажем чуть позже. Продолжение следует... Они все помогали, объясняли иногда. И мне очень понравилось. А будешь в дальнейшем принимать участие в этих турнирах? Да, конечно. А вот один из самых опытных и возрастных участников, Юрий Владимирович Николаев, бильярд играет чуть менее 10 лет. Считает, что кроме опыта и мастерства, порой не помешает и везение. Скажите, что для вас вообще эта игра? Что-то отдых? Какая-то, может быть, разрядка, тренировка? Что такое спорт или отдых? Или хоть какой-то? Ну, вперед всего это... Ну, времяпровождение такое полезное. Отдохнуть я, что, человек на пенсии, пообщаться с коллективом. Ну и ажар, спорт, в конце концов. Вот так. А тем временем, пока мастера «Акия» упорно продвигались к финальной части соревнований, в зале боулинга, началась жеребьевка и приветствие команд-участниц еще одного районного турнира. АТВ – это класс! Мы живем совсем не худо, вы соскучитесь без нас. А девиз наш таков – больше дела, меньше слов. АПЛОДИСМЕНТЫ Давненько зал боулинга не знал такого столпотворения. 16 команд – от семейных и дружеских квартетов до представляющих учреждения и предприятия поселка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, в этот раз «Березовскую школу-интернат» представляла сразу две команды. Команда «Страйк», в которой я принимал участие в этом турнире по боулингу, я считаю, сыграла неплохо. Отрадно, что данный турнир состоялся в начале учебного года, нового учебного года, с чем я и поздравляю, кстати, всех коллег, учителей, жителей нашего поселка. Что еще могу сказать? Спасибо организаторам данного турнира, что они собрали всех нас, можно сказать, я не скажу, что лучшую, но вот такую самую позитивную, спортивную, можно сказать, часть нашего поселка. В одном месте мы друг друга увидели, порадовались друг за друга, получили много эмоций положительных и вот заряд бодрости на предстоящую долгую зиму. В целом игра прошла замечательно. Я, конечно, не специалист в боулинге, но тем не менее мне очень понравилось. Было здорово, весело, интересно. Правила игры не очень сложные. Главное научиться правильно и точно бросать шары. Если удалось сбить все 10 кеглей с первого удара, то результатом будет страйк. Если какое-либо количество кеглей все же остается после первого броска, то шар бросается во второй раз. Мы с друзьями собрались, решили принять участие в турнире. Чуть-чуть не хватило на призового третьего места, там четвертое или пятое место мы заняли. Ну, как бы, очень редко играем, теперь будем почаще поняли, что очень, во-первых, интересно, сплочает нас друзей еще больше. То есть будем приходить играть. Чуть-чуть не хватило, потому что в начале, так как редко играем, в начале очень мало выбивали. То есть руку набили к концу игры, уже пошли броски и сразу страйки выбивали. Команда наша играла дружно. Поскольку у нас двое человек играли впервые, нужно было первые три броска, так сказать, прицелиться. Ну, а потом уже поняли, как это делается, подбирали шары по весу и дело пошло. Очень интересно играем. Мне понравилось тем, что той командой, которой мы играли, мы вместе работаем. И я уверен, что это поможет в дальнейшей работе, так сказать, сплочает коллектив. Вот это чувствуется, то, что мы друг друга выручаем. Здесь мы работаем на один результат. На работе мы тоже работаем на один результат. Я считаю, что надо почаще коллективом встречаться, играть, и это пойдет на пользу. Стоит отметить, что организаторы, сохраняя интригу соревнований, не стали объявлять победителей призеров турнира. Всю церемонию награждения решено провести 9 сентября, в День поселка. Также будут отмечены лучшие игроки в ряде номинаций этих состязаний. И вот бильярдисты после определения третьего призера, а им стал березянин Олег Дроздов, вышли на финишную прямую. В финальной игре встретились Юрий Николаев и Павел Городович из Игрима. Вначале игримчанин выиграл две партии, и казалось, что победа ему обеспечена. Но Юрий Николаев сумел переломить ход игры, сравняв счет по партиям. В пятой же, заключительной, соперники играли на равных, не уступая друг другу. Досадный промах Юрия Владимировича все-таки поставил точку в этой многочасовой дуэли. Превосходно играл Дроздов, очень хорошо сыграл старейший участник нашего турнира, турнира Николаенко, Юрий. Чем удивили. Игрим очень прекрасно подготовился. У нас два полуфиналиста вышло из Игрима. Учитывая, что ряд призов достались игримчанам, и прежде всего за первое место, кстати, главным спонсором турнира выступило местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия», организаторы решили наградить гостей сразу же после окончания турнира. Эмоций просто колоссальное количество. И болели, и пели, и соревновались, играли. Даже в «Утреусы» одну партию выиграли. Поэтому Игрим просто слов нет. Помню, год прошлый Березова повыше был. На следующий год турнир все-таки районный. Будем думать, может, Игрим пригласит как победитель. Я с большой радостью вручу подарочный сертификат. Тем более, охота у нас открыта. Магазин местный, выручка будет здесь. Арбалет называется. Павел, подарочный сертификат. Что, на Ваш взгляд, Вам помогло все-таки одерживать победу? Думаю, удача. Скорее всего, удача. Только удачей больше ничего. Ну и, конечно, старания. А как? Все были сильные, в общем. Все игроки сильные. Организация очень хорошая была на высшем уровне. Так что, прошло все хорошо. Белись два дня. С утра до ночи. Сергей Владимирович, какие впечатления? От победы буквально один шар. Шар отделял. Какие впечатления? Какие эмоции? Ну, в общем-то, я рад проведенному турниру и результатам тоже, организации. Ну, хотелось бы, чтобы и впредь было подобное. Нормально все прошло. Спасибо. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!